Ну а более летнего вида спорта, чем пляжный волейбол, честно говоря, не могу представить. Вот почему сейчас у меня на связи Хургада, курорт в Египте и ведущий тренер Латвии в пляжном волейболе Геннадий Самойлов. Геннадий, добрый вечер. Здравствуйте. Геннадий, ну на самом деле... Вы меня слышите, я надеюсь. Из Африки. Все, из Африки все отлично слышно. Нам много трудов пришлось приложить, чтобы наладить связь с Египтом, но главное, мы вас видим и слышим. Геннадий, ну вообще, по традиции, пляжники вот в это промозглое осеннее время постараются убраться из Латвии, чтобы найти теплое место, где можно спокойно тренироваться, заниматься и готовиться к новому сезону. Сейчас у нас на дворе 2021 год. Осень, значит ли это, что вы готовите сани летом? Если перефразировать, уже сейчас вы думаете о том, кто будет представлять нашу страну на следующих соревнованиях. Тем более, не секрет, вы являлись тренером наших олимпийцев, которые в Токио заняли четвертое место. Мартин Чплямич, Эдгар Сточ. Почему вы находитесь в Фургаде? Кого вы тренируете и как долго вы там будете? Я бы хотел сразу, Владимир, возвращаясь к вашему предыдущему репортажу о Мартинсе Дукурсе, сказать, что он прекрасный волейболист, он прекрасно играет в волейбол и, в частности, пляжный волейбол. У меня до сих пор хранится маечка, которую подарил мне Мартин. И сзади написано Дукурс, когда он играл показательный матч с девочками перед чемпионатом Европы. Вот, это одно. А второе, я нахожусь здесь, сейчас в Египте и готовлю корт для своих парней. 18-20 возвращается Миша с Мартиншем, для Миша Михаила Самуэлов сюда. Да, и мы начинаем уже подготовку к следующему сезону. Я сюда еще приглашал и Александра Самуэлова с Янисом Шмельничем, но пока они еще думают, подъедут сюда или нет. Так что корп у нас здесь готов, все отлично. Как, кстати, мы сейчас только что тренировались. У меня здесь еще есть очень хорошая девочка, молодая, которая у меня тренируется. Так что ждем профессионалов. Значит ли это, что дуэт в составе Михаила Самуэлов-Мартинш-Пляминш вы уже начинаете готовить к Олимпийским играм в Париже 2024 года? Да, я надеюсь, что это та пара, которая сумеет все-таки пробиться в Париж. И для меня это будет приятным событием, так сказать, пятой Олимпиады за всю мою тренерскую карьеру с пятью разными командами. Ну, вы тренер, который, мне кажется, в спорте ничего гарантировать нельзя, но если попадаете к Геннадию Самойлову, рано или поздно на Олимпийские игры вы точно поедете и будете выступать. Это в плане того, что факты остаются фактами. Дай бог, чтобы так и продолжалось. А так действительно, начиная со времен еще Мартинша, Плявинша, Александра Самойлова, я всегда со своими ребятами оказывался на Олимпийских играх. И вот, возвращаясь к теме, как туристы, а каждый раз, когда мы туда ехали, все почему-то предрекали нам судьбу туристов. Но мы как-то хорошо выступали, в частности, и в последний турнир. К сожалению, не добрались до медалей, но как туристы, я думаю, мы там не выступали. Геннадий, вопрос, который многих интересует, наверное, почему все-таки Египет? Это отличные погодные условия, недорогая инфраструктура, спарринг-партнеры. Ведь вы не первый раз находитесь в Египте, готовясь к новому сезону. Да, ну, во-первых, в наше тяжелое экономическое время Египет считается, с моей точки зрения, наиболее приемлемый вариант. Потому что здесь и проживание, ну, достаточно недорогое. Плюс этот корт, он, в общем-то, принадлежит полностью мне. Ну, за него наш офис берет плату за использование, так сказать, египетской земли. Но все остальное время принадлежит мне. То есть мои парни могут тренироваться здесь по 12 часов. Это очень важно, потому что если мы летим куда-то в Дубай или на Канары, там нам дадут полтора часа в какое-нибудь время, типа с 7 утра до полдевятого, и все. А здесь у нас в любое время предпочтение именно моим парням оказывается. Так что это единственное место, где мы и финансово можем выдержать, и очень удобно для нас. Плюс 4 часа полета из Риги. Время у нас то же самое, что и в Риге. Так что очень удобно и очень правильно. И я бы сказал так, что все те годы, которые мы здесь тренируемся, и мы после этого показываем хороший результат, в частности и Саша с Янисом, когда здесь с нами тренировались, это позволяло им весь сезон очень хорошо выступать. Ну, получается, Египет – счастливое место для тренировок, а вот в плане безопасности все-таки, насколько там все стабильно? Я понял, да. Со мной сейчас здесь довольно много людей из Латвии отдыхает. И когда мы получаем новости из Латвии, в частности, вот мои друзья пишут, что умерших там до 55, 64 человек умерших от поведа, то, слава богу, здесь как будто пандемии не существует. Это один из моментов. И второе, что прекрасная погода. У нас сейчас 32 градуса. Мы даже плаваем здесь. Так что парни попадут в очень комфортные условия. А тем более тренироваться у нас здесь открыты и тренажерные залы. В Golden Gym у нас тренируемся мы. И корт мы можем по 12 часов использовать. К сожалению, в Латвии тренироваться. Даже если, несмотря на то, что разрешили экстра-класса спортсменам на тренироваться, думаю, там условия очень тяжелые. И к нам с удовольствием все приезжают на спарринг. Партнеры начинают там поляки, немцы. Они все время просятся к нам даже потренироваться вместе. Так что у нас не было проблем со спаррингом. Хургад – это известный курорт на берегу Красного моря, африканская часть. Я знаю, что вы человек предан и своему делу. Можете пропадать на кортах с утра до вечера. Но все-таки соблазнов ведь тоже, наверное, хватает? – Мне трудно сказать. Я фанатик. И у меня… Как бы сказать, я не работаю тренером. Это мой стиль жизни. Я живу тренером. У меня даже все друзья меня называют тренер. Уже некоторые, наверное, даже не знают, как меня на самом деле зовут. Так что мне это не обременительно. И все остальные… Ну, я где? Я был уже на пирамиде Гиза, был. Я там в боксере был. Ну, все. Значит, могу полностью посвятить себя тренировочному процессу. Это основной соблазн. И я всегда попадаю в его цепкие руки. Геннадий, как долго вы еще будете в Египте? Как долго там продлится этот сбор для наших ребят вообще? Когда возвращаетесь в Латвию? Да. Ну, вот мы сейчас будем тренироваться до Нового года. Потом парни наверняка захотят слетать на родину. Там новогодние праздники как-то отметить. И потом они возвращаются сюда. И мы продолжаем уже готовить январь, февраль, март здесь. И уже в зависимости от календаря на следующий год. Отсюда будем стартовать на турниры. В завершение еще не могу не спросить. На ваш взгляд, вы человек опытный. Пляжный волейболист Латвии номер один, на ваш взгляд. Я думаю, что Мартич Плявич. Все-таки, да? Человек, который выступал на двух олимпиадах и был третий, четвертый. И он реально входит в мировую элиту как защитник. Он игрок экстра-класс. Хотя вот он, как и Мартич Дуков, уже взрослый человек. Но у нас есть пример, например, гид, американец. Ему 4 года. Так что Мартич еще мальчишка. У него еще две олимпиады впереди. Париж и Лос-Анджелес. То есть, если тебе за 40, можно еще продолжать играть в пляжный волейбол спокойно. В нашем виде спорта никаких проблем. Ну что ж, Геннадий, большое спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Я даже сейчас чувствую, как у вас там жарко. Плюс 32 в Хургане. Жарко. Хочется пожелать, чтобы ваша новая пара, уже Михаил Самойлов-Мартин Чплямич, достигли больших высот и обязательно выступили на Олимпийских играх в Париже. Но в данном случае, в связи с тем, что вы их тренируете, не просто выступили, но и забрались как можно выше. Ну вы же знаете. Спасибо, Владимир. Я тоже рассчитываю, что мы будем играть на Олимпийских играх в Париже. Иначе, ну что мы так, мы же не просто потренироваться выше на кор. Цель у нас всегда была одна. Играть на Олимпийских играх. Пока это все удавалось, несмотря на каждый раз похоронные настроения в рядах, так сказать, спорта, нам удавалось добиться хороших целей. Благодарю вас. Владимир, если что, приглашайте моих спортсменов. Они вам расскажут о своем тяжелом труде. Обязательно. Геннадий, большое спасибо. Ну что ж, Египет был на связи. И с нами только что общался один из ведущих латвийских и мировых тренеров по пляжному волейболу. Не побоюсь этого слова. Геннадий Самойлов более чем уверен, что у пары Михаила Самойлов и Марта Ищплямич все равно большое будущее.